Вена ждет. Карлоса Пучдемона готовы принять в Австрии. Об этом заявил Норберт Хофер, которому упрочат пост министра иностранных дел в правительстве этой страны. Минувшей ночью бывшего каталонского лидера и четверых его соратников бельгийский суд отпустил на свободу до окончательного решения по его делу. Все подробности выясняла Елена Абрамович. Оставить под стражей или отпустить? Чтобы принять решение у бельгийского следственного судей были сутки с момента, когда Пучдемон и его соратники появились в полицейском участке. То есть до 9 утра понедельника. Он справился раньше. Около полуночи Карлос Пучдемон уже покинул участок. Судья решил, что причин удерживать политиков под стражей нет. В течение 15 дней их должны вызвать снова, чтобы принять предварительное решение относительно европейского ареста. Испания пытается привлечь к ответственности Пучдемона и его команду за организацию референдума о независимости Каталонии. Слушание в Брюсселе назначили на 17 ноября. Однако защита может попросить отложить заседание. Пока же все на свободе. Ограничений политической активности или взаимодействия с медиа нет. Единственное, он не имеет права покидать страну. Должен сообщать, где находится и обязан явиться по требованию бельгийских властей. Если Бельгия решит все-таки наложить на Пучдемона европейский арест, у него будет возможность обжаловать это решение в нескольких судебных инстанциях. Процессы могут затянуться и до выборов, которые испанские власти назначили в Каталонии на 21 декабря. Тем временем отстраненный от власти лидер может спокойно вести предвыборную кампанию с помощью медиа. По последним опросам партии, те, кто выступает за независимость в Каталонии, имеют шансы победить на выборах. Елена Абрамович, Вадим Середонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.